Всем привет, дорогие девятиклассники! Вы на канале Иришу, меня зовут Ирина, и сегодня мы с вами снова прорешаем тестовую часть ОГЭ по русскому языку. Если для вас это интересно и актуально, то продолжайте смотреть это видео. Мы уже один раз прорешивали тестовую часть ОГЭ, я увидела, что вам такой формат понравился, вы ставили много лайков, уже набралось практически тысячи просмотров, и поэтому я записала новое прорешивание. У меня уже сняты видео с разбором большинства заданий ОГЭ по русскому языку, поэтому переходите по ссылкам внизу и смотрите разборы как тестовых заданий, так и изложения и всех трех видов сочинения. Ну и если что-то будет конкретно непонятно по тем заданиям, которые вы сейчас посмотрите, которые я буду прорешивать, то спрашивайте об этом в комментариях либо в моей группе ВКонтакте. Итак, комплексный вариант открывать не буду на этот раз, а составим вариант только из тестовых заданий со 2 по 14. И снова конечно же решаю все на сайте решу ОГЭ. Так, у нас нам прорешивание 3 часа 55 минут, ну думаю я уложусь намного быстрее. Давайте двигаться по порядку. И здесь нумерация получилась с 1 по 13, потому что тестовых заданий всего 13. Итак, читаем текст. Текст в один экран не помещается, ссылку на него я оставлю, либо вы можете поставить сейчас на паузу экран, а потом я переведу вот так пониже, вы тоже поставите на паузу и дочитаете, как вам удобно. Итак, давайте выполнять задание. Первое. В каком варианте ответа содержится информация необходимая для обоснования ответа на вопрос, почему герой так боится тройки в четверти по рисованию? Ну если вы внимательно прочитали, то с легкостью ответите на этот вопрос. Так, первый вариант. Это помешает ему стать отличником? Нет. Родители не пустят его на экскурсию в столицу с классом на каникулах, если герой получит 3 в четверти. Да, вот это как раз второе, но соответственно остальные нам не подходят, именно поэтому он боится тройки. Второе. Так, дальше. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. Вспоминайте, что фразеологизм это устойчивое словосочетание, обозначающее какое-либо понятие и явление. Давайте его искать. Вот почему, когда наш учитель по рисованию Эдмунд Антонович почти перед самым окончанием второй четверти объявил, что на следующем уроке у нас будет рисунок на оценку, я понял бесповоротно, что столицы не видать как своих ушей. Ну вот как раз как своих ушей это фразеологизм. Ну давайте дочитаем до конца предложения. И тогда я от полной безысходности решился на дикий поступок. Урок рисования был один раз в неделю, я просто не знаю, когда жил до следующего урока, а потом пятерка появилась в классном журнале. Ну да, больше ничего даже похожего на фразеологизм нет. Поэтому цифра один. Третье. Из предложений 5-7 вы пишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости, звонкости последующего согласного. Вспоминайте, что вас здесь должны будут интересовать приставки, оканчивающиеся на Z или S. Именно правописание этих приставок зависит от глухости, звонкости последующего согласного. И так как здесь нет уточнения насчет того, на какую именно букву должна оканчиваться приставка, поэтому вы должны будете искать приставки как оканчивающиеся на Z, так и на с и так давайте искать предложение 5 7 поэтому в шестом классе когда уже за вторую четверть не светила тройка родители меня предупредили что если тройка в четверти в самом деле окажется ты на каникулах на экскурсию в столицу с классом я не поеду и никакие слезы при этом не помогут ну вроде бы ничего нет если что еще перечитаем шестое вот почему когда наш учитель по рисованию эдмонт антонович почти перед самым окончанием второй четверти объявил что на следующем уроке у нас будет рисунок на оценку я понял бесповоротно что столицы не видать как своих ушей вот оно слово поворот корень без приставка букву s написали потому что корень начинается с глухого согласного ну давайте седьмое быстренько прочитаем эдмонт антонович пришел к нам в класс только в этом году и только на этот год то здесь ничего нет выписываем слова без поворотно так дальше из предложений 25 28 вы пишите слово в котором правописание суффикса определяется правилом в прилагательных образованных от существительных с помощью суффиксов он и на е на на пишется 2 н нужно найти от именная прилагательная суффиксом либо он она либо е на на снег на деревьях на крышах и на дорогах он искрится под утренним солнцем и слепит глаза дети кричат и смеются катают катают огромные снежные шары и лепят из них веселых снеговиков один уже даже готов у него вместо рук две лыжные палки так ну нам подходит слово из 26 предложение утренним утро е на суффикс дальше замените разговорное слово страшно в предложении 3 стилистически нейтральным синонимом напишите этот синоним страшно из предложения 3 давайте смотреть как можно заменить но эта проблема решалась пунктуальным посещением школьного хора где я пел еле слышно а за это мое усердие ставили твердую четверку и я был этим страшно доволен страшно здесь наречия в значении очень доволен заменим словом очень дальше замените словосочетание усердно рисовал построенное на основе примыкания синонимичным словосочетанием со связью управления напишите получившиеся словосочетания вспоминаем как работаем с этим заданием нужно найти главное слово усердно рисовал как усердно рисовал главное слово главное слово мы оставляем в покое ничего с ним не делаем меняем часть речи зависимого слова у нас было примыкание поэтому зависимое слово было наречием при управлении зависимое слово должно стать существительным то есть задаем вопрос рисовал с чем можно спросить с усердием значение то же самое тип связи словосочетание поменялся получается рисовал с усердием рисовал с усердием все в одно слово записали если будут вопросы то обязательно задавайте их под видео дальше выпишите грамматическую основу предложение 15 давайте искать 15 теперь все было кончено указуемое было но не просто было а было кончено было кончено что все все было кончено это есть грамматическая основа все полностью начинаем искать грамматическую основу сосказуемого убеждаемся что нашли полностью все сказуемое и потом находим то лицо или предмет что выполняет действие о котором говорится в сказуемом записываем все было кончено восьмое задание среди предложение 31 36 найдите предложение осложненное обособленным обстоятельством напишите номер этого предложения обособленное обстоятельство нам нужно оно может быть выражено дипричастным оборотом одиночным дипричастием или наречием зависимыми словами еще может быть уточняющие обстоятельства которое выражено существительным с предлогом зависимыми словами но чаще всего конечно это будет дипричастный оборот 31 36 даже любимые свои книжки не мог читать ни минуты потому что не понимаю не понимал ни слова и на уроках тоже присутствовал только физически а все мои мысли были заняты тем что я натворил и тем что после этого будет тоже нет ничего поэтому когда на следующем уроке рисования раздал нам свои раздал нам наши альбомы я чуть не лишился сознания с ужасным предчувствием открывая свой проклятый рисунок открывая это дипричастие у него есть зависимые слова с ужасным предчувствием открывая свой проклятый рисунок это дипричастный оборот он обособлен и является в предложении обстоятельством это как раз обособленное обстоятельство нам подходит поэтому предложение 33 ну и на всякий случай посмотрим до конца запяты в принципе есть только в 35-ом предложении но здесь запятая означает начало придаточной части в ответ записываем здесь предложение 33 девятое задание в приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые выпишите цифру цифры обозначающие обозначающие запятую запятые приводной конструкции вводная конструкция нам нужно то есть не обязательно вводное слово а может быть словосочетание пение что естественно недоступно было ребенку пение недоступно было ребенку что естественно как раз вводная конструкция выписываем сразу цифра 1 2 у которого придаточная часть абсолютно не было слуха но эта проблема решалась пунктуальным посещением школьного хора придаточная часть где я пел еле слышно а зато мое усердие новое предложение в сложном сочиненном ставили твердую четверку и еще начало нового предложения простого сложно сочиненным я был этим страшно доволен поэтому выписываем только цифры 1 и 2 10 укажите количество грамматических основ предложений 10 ответ запишите цифрой давайте считать 10 одно только было в нем плохо одно было плохо первая основа оценки он ставил страшно придирчиво он ставил вторая основа и я у него из-за этого не вылезал из строек я не вылезал третья основа от предстоящей классной работы зависело для меня буквально все все зависело 4 основа и того получается 4 грамматические основы 11 в приведенных ниже предложениях с прочитанного текста пронумерованы все запятые выпишите запятые выпишите цифры обозначающие запятые между частями сложного предложения связанными подчинительной связью только подчинительной вот почему когда наш учитель по рисованию подчинительный союз обозначает начало придаточного предложения то есть это как раз подчинительная связь цифра 1 цифра 1 выписываем когда наш учитель по рисованию эдмунд антонович это уточнение не нужно выписывать эти цифры почти перед самым окончанием второй четверти объявил выявил что начинается изъяснительная предаточная цифра 4 нам подходит что на следующем уроке у нас будет рисунок на оценку закончилась придаточная цифру 5 тоже должны выписать я понял бесповоротно и опять начинается изъяснительное что столица не видать как своих ушей шестую цифру тоже выписали двенадцатое задание среди предложений 712 найдите сложно подчиненное предложение с последовательным подчинением придаточных напишите номер этого предложения 712 так давайте искать 7 эдмунд антонович пришел к нам в класс только в этом году и только на этот год простое предложение вообще-то он вел и за студию для одаренных детей в дворце пионеров сложно сочиненное я не знаю как он там свои за студии с одаренными управлялся но с нами обыкновенными управиться он не мог но все время что-то усердно рисовал и показывал доски абсолютно не обращая внимание и так далее здесь у нас всего одна придаточная часть нам такое предложение не подходит должно быть хотя бы две придаточные части дальше одно только было в нем плохо бессоюзная связь оценки он ставил страшно придирчиво сочинительное и я у него из-за этого не вылезал из строек сочинительное так далее не подходит наконец и наступил наконец наступил этот трижды проклятый день простое предложение эдмунд антонович сияя как в праздник вошел в класс и объявил что сегодня состоится таки классная работа объявил что что сегодня состоится работа какая на которой мы должны будем рисовать вот как раз последовательное подчинение здесь изъяснительная придаточная потом идет определительная придаточная вот как раз предложение 12 подходит и тринадцатое задание среди предложений 31 36 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связи между частями напишите номер этого предложения 31 36 давайте искать урок рисования был один раз в неделю сочинительная связь я просто не знаю как дожил до следующего урока не подходит помню что даже любимой свои книжки не мог читать ни минуты потому что не понимал ни слова на уроках тоже присутствовал только физически так здесь у нас идет либо сочинительная либо подчинительная связь не подходит поэтому когда на следующем уроке рисования адмонт антонович раздал нам наши альбомы я чуть не лишился сознания. Ага. Поэтому я чуть не лишился сознания. Когда? Когда на следующем уроке рисования Эдмант Антонович раздал нам наши альбомы. Придаточная. С ужасным предчувствием, открывая свой проклятый рисунок. Здесь у нас есть только одна главная часть и одна придаточная. Тоже не подходит. Так, 35-е. Я не верил своим глазам. Бессоюзная связь. На злополучном листе стояла огромная красная пятерка, которую держал в руках маленький рыжий клоун. Вот как раз бессоюзная связь и подчинительная. Как раз подходит предложение 35. 36-е предложение простое. Итак, все это я сделала за почти 23 минуты. Давайте проверять. Все правильно. Все. Надеюсь, что и такое видео было для вас полезным. Если вы хотите, чтобы выходили еще прорешивание тестовой части, то как обычно, ставьте лайк этому видео. Приглашайте своих друзей посмотреть такое видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И будьте с Ирешу, ведь я все решу. Удачи вам всем. Люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok